Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы разберем свитерочек. Такая у меня мини-версия, мокрая. По просьбе зрительницы, опять же, джемпер из фильма «Брат». Я помню, когда фильм смотрела, тоже обратила на него внимание. Тогда еще пришлось мне, конечно, фильм пересмотреть. Вот я его пересмотрела с удовольствием. Очень люблю этот фильм. Я думаю, нет людей, которые бы этот фильм не любили. Пересмотрела с большим удовольствием. В общем, сегодня разбор этого джемпера. Пуговицу высоко. Ну, это у меня мини-версия. Если бы версия была Макси, то оно бы все улеглось. В общем, девчонки, смотрим фильм «Брат, брат». И вяжем джемпер. Итак, давайте начнем с узора. Узор у нас состоит из 4 петель. Итак, разбираемся с узором. Узор у нас состоит из 4 петель. Вот 3 петли и 1 лицевая петля. То есть число петель должно быть кратно 4 плюс 3 петли. Вот. Сам же раппорт. Вот он из 4 петель. Начало ряда. 2 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. То есть повторяются у нас 3 лицевые и 1 изнаночная. Вот. И в конце у нас 2 лицевые и кромочная и 1 изнаночная. Так, второй ряд. 1 изнаночная, 3 лицевые. 1 изнаночная, 3 лицевые. То есть то же самое фигурирует у нас 1 изнаночная, 3 лицевые. При том, что следим за тем, чтобы центральная лицевая у нас была все время лицевой. Она у нас как бы в узоре идет лицевая. И вот она лицевая с другой стороны. То есть узор у нас двухсторонний. И вяжется таким вот образом. 3 лицевые, 1 изнаночная. Только смещенные они немного. Этот узор очень популярный. Я уверена, вы с ним сталкивались. Вот. Все его называют по-разному. Чем умнее название, тем считается новинку открыли. На самом деле это не новинка. Это старый, уже давно протертый узор. И в конце 3 лицевые и 1 изнаночная. И кромочная. То есть в изнаночном ряду мы начинаем с изнаночной. Далее идет 3 лицевые, 1 изнаночная. В лицевом ряду мы начинаем с 2 лицевых. Вот запомните. Это при том раскладе, который я вам говорю. 2 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые и так далее. Я имею ввиду, при том раскладе, что вы, у вас число петель будет кратно 4, плюс 3 петли, 2 кромочные и 1 для симметрии. Вот. И продолжаем вязание таким вот образом. Вот это и есть наш раппорт. Теперь по поводу деталей давайте разберемся. Свитер на самом деле очень простой. Там есть 2 прямоугольника. Вот такой вот рукав. Итак, из чего мы начинаем? Со спинки, как всегда. Свитер оверсайз. Как вы видите, что он чем больше, тем круче. Поэтому набираем много петель. Вниз у нас резинка 6-8 сантиметров. То же самое здесь. На рукаве 6-8. Резинка 1 на 1. Далее переходим на основной узор. По спинке у нас совершенно ровное полотно, в котором есть вырез на горло. Вот я уже заготовку связала на горлобину. Здесь я закрыла центральные петли. И вот по одной петле в каждом втором ряду для скоса. Я пишу образно цифры. И здесь 5, допустим. Это так. Приблизительно я смотрю по тому джемперу, который у нас в фильме, на ту плотность. То есть плотность там маленькая. Петель в 10 сантиметрах мало. Поэтому приблизительно вот так вот. Передняя деталь. То же самое. Начинаем. Все идентично. Задние детали. Вот только нету там скоса на плечо. На плечо. Ничего там нету в этом джемпере, девчонки. В-образный вырез. Не глубокий. Не глубокий. В каждом втором ряду закрываем петли, совместив при этом вот количество закрытых петель с количеством закрытых петель спинки. Чтобы, понятное дело, плечики у нас совпадали. Рукав набираем. Определяем, как я вас уже учила. У вас уже связана спинка. Складываем спинку пополам. Прикладываем руку. И видим, какой ширины рукав мы хотим. Рукав тоже в оригинале широкий. Поэтому определяем в начале рукава по спинке, сколько нам нужно набрать петель. И в конце рукава определяем длину. И в конце рукава, сколько по петлям у вас выходит по спинке, вот ширину рукава, которую вы хотите. И недостающееся количество петель добавляем в скос рукава. Все тоже элементарно просто. Резинка, резинка, основная вязка. Единственный момент, который в этом джемпере вызывает вопросы, интерес, это момент воротника, который я буду показывать. Сейчас я провяжу маленечко до выреза горловины, как бы, ну, так предполагаемого, да. Вот у меня заготовка на спинку. Сейчас я сделаю заготовку на перед. И воротник мы с вами разберем подробнее. Так, вот когда мы довязали до выреза, мы разделяем наше вязание на две половины. И вяжем отдельно, как обычно, для V-образного выреза. Так, поворачиваю, и теперь я буду со стороны горловины в каждом втором ряду провязывать по две вместе, чтобы сокращать вот эти петельки. И вяжу до нужной мне высоты. Вот эту половину и эту. Здесь сокращаю в каждом втором ряду. с обеих сторон. Это понятно, это классика. Итак, вот такие вот у нас две детали, да. Это передняя деталь. Понятное дело, что шириной это мало. Но я просто, мне ради вот этого выреза, из-за которого могут возникнуть вопросы. Я сейчас сошью плечико. И мы с вами приступим к горловине. Итак, вот так вот выглядит наш вырез горловины. И как же мы набираем петли? Мы начинаем от угла. И вот таким вот образом по кругу, до угла и в углу заканчиваем. Я вот начинаю одну первую петлю, я набираю прямо отсюда, как бы с той стороны захвачиваю. Так, перехожу на эту сторону. Петли набираю из каждой кромочной. Видите, между вот этими убавками у нас есть кромочная. Вот из нее я и набираю петли. Почему? Потому что у нас этот воротник уходит туда, как бы стягивается. Нам нужно как бы воссоздать этот эффект. Здесь точно так же. Из кромочных. Ну и здесь уже по закрытым петлям. Вот как по петлям так и идем. Здесь уже ничего не меняем. Так как у нас там полотно достаточно растянуто. И последнюю вот тоже я захожу. Видите, первую я провязала сюда, ушла на эту сторону. А здесь последнюю я ушла на эту, на левую сторону. Вот таким вот образом. Теперь мы вяжем резинкой один на один поворотными рядами. То есть по центру у нас здесь будет дырка. То есть это не круговое вязание. То есть сейчас я все вот эти петли вяжу резинкой один на один. Так, вот я провязала 6 рядов. Девчонки, ну вы смотрите там уже на ваше усмотрение, где вы эту пуговицу прицепите. Ниже, выше вы даже можете две пуговицы сделать, да? И делаем дырку с левой стороны, мужской, правильно? Вот. Три петли я провязала, делаю накид и две петли вместе. Далее я просто из этого накида вывязываю резинку, то есть вклиниваю его в резинку. Вот. Далее я еще вяжу высоту, просто ничего не делая какое-то время. Вот видите, вот здесь вот будет эта дырка и пуговица. И потом посмотрим. Девчонки, хочу вам показать вот промежутки, как оно выглядит. Вот смотрите, это же понятное дело, что сейчас оно стянуто, основная вязка, вот в растянутом виде. За счет того, что мы набрали мало петель, мы набирали всего лишь из кромочной, да, то это все уходит у нас туда. Резинка один на один стягивает, вот так вот получается. Здесь у нас будет пуговица. Теперь, вот что я видела из оригинала, я так вижу, здесь совершенно грубым образом вот идет на скос по две петли. То есть, теперь мы вяжем таким вот образом, в начале каждого ряда мы закрываем по две петли. Далее продолжаем вязать по узору. То есть, с обеих сторон мы эти петли закрываем. Такой вообще-то воротник, я такого не видела нигде. так и с этой стороны. То есть, с каждой стороны мы вот так вот закрываем. Возможно, там девчонки как-то варьируются по одной петле, потом далее добавляются петли. Не знаю, не могу. Это мое предположение, что по две петли закрыто. Вот сейчас, видите, продолжаем. Вот, смотрите, вот эти вот скосы, которые я закрывала с обеих сторон. Вот. Теперь я закрываю все петли. Тут уж, девчонки, смотрите, как вам больше нравится. Вы можете его вязать, этот воротник, и выше, и ниже уже варьировать. понятное дело, что у него там это все в очень растянутом таком виде. Вот. Если этот если честно, то даже я бы уже сейчас, так смотря на это все, может быть, даже по три петли закрывать, хотя нет, все-таки по две это он стянут сейчас, если растянется. Вот при ношении он будет выглядеть именно так, как там. Ну, Данила его носил вот так. Так, пуговица. Так, девчонки, что я сделала? Я намочила, видите, мокренький свитерочек, ну, мини-свитерочек, да, и вот наша горловина. Все, мои хорошие, ниже чуть-чуть бы я ездила, а может и нет, а может и нет, а может так бы я оставила. в общем, ну, а на сегодня это все. С вами была Вика Школа Рукоделия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok